Добрый вечер. В эфире бизнес-механика Оксана Ульченкова на Медиаметрикс. Мой гость Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. По традиции, встречаясь с Юрием, мы говорим о проблемах демографии и проблемах развития наших регионов, отраслей. Нечерноземье. Вроде бы всем нам знакомое хорошее название. Понимаем, что это средняя полоса России, занимает достаточно большую территорию. В последнее время из публикаций, которые можно прочесть в прессе, совершенно очевидно, что падает население, количество людей, которые там живут. Собственно, деревня традиционная, которая там всегда находилась, она как-то исчезает. И, насколько я понимаю, тренд такой снисходящий, он достаточно давно уже идет и продолжает усиливаться. Вот есть ли что-то, что сейчас правительство делает в отношении того, чтобы Нечерноземье все-таки как-то вернуть к жизни? И вообще, возможно ли это, и есть ли там, ну, как сказать, возможности какие-то отрасли поднять? Что там было традиционно? Вот я предлагаю поговорить об этом. Что в советское время было, как развивали, что сейчас и какие вообще перспективы? Вы знаете, Нечерноземье – это все-таки очень тяжелая такая тема и для управления, и для чего угодно, поскольку дожди льют, вот как сейчас. Нечерноземье. Нечерноземье, да. Кстати, Нечерноземье пошло от того, что когда леса, соответственно, распахивали, то под очень тонким слоем гумоса, ну, таким условно-черноземным условно, да, вот. Там, собственно, в общем, такая белесая почва, вот как бы белая почва даже говорили, да, и отсюда вот Нечерноземье – это то, что не похоже на то, что там за Орловской областью дальше начинается, богатые такие жирные земли, великие на весь мир русские черноземы и так далее. То есть, земли исходно очень бедные, потому что все время переувлажненность, процессы, закисленные почвы, процессы идут важные, и земля, конечно, родит не так, как земля, скажем, там, в Ростовской области, на Кубани, Ставропольском крае и так далее. Это, вот, первый момент, и это надо понимать, и все время ситуация тяжелая. Вот, например, в Советском Союзе, хотя, собственно, это ведь старорусские регионы, это регионы русской идентичности, отсюда и Русь пошла, и российское государство, но при всем этом, в общем, всегда ситуация была не очень хорошая, потому что, ну, Советский Союз, он расширялся, ну, целина, да, подвиг целины, это Казахстан, условно, да, вот, распахали 6 миллионов гектар, колоссально, там, в принципе, можно по-разному к этому относиться, но уникальный мегапроект. Дальше, например, после победы советской власти провели ирригацию в Центральной Азии, примерно к 1935 году пошел хлопок на этой вот земле. Да, Узбекистан, там, Туркмения, все. То есть, как бы, все время вообще вот эти старорусские территории были не на виду. И не случайно, например, что только благодаря, в общем-то, нескольким совершенно выдающимся нашим партийным и государственным деятелям, например, в 1974 году, в 1974 году была принята программа развития сельского хозяйства Нечерноземья, и вот все, что сегодня в наших Нечерноземных областях, вот этих, так сказать, севернее Тулы, да, Тула и севернее, это все в основном создано вот после 1974 года и до развала СССР. И в этом смысле это сложный, тяжелый регион, и хотя, с другой стороны, вот скажем, ведь все основные, ну где, если мы почитаем наших всех выдающихся людей, да, где они в основном родились? Ну это Тверская область, соответственно, да, Тульская, Архангельская, Вологодская и так далее, то есть это все наши Нечерноземья, самые такие, в общем, обитаемые основные земли до недавнего времени. Сейчас идет запустение, и, к сожалению, сейчас у управленцев федерального уровня, конечно, вот такой объект, как Нечерноземья, фактически отсутствует. То есть есть хорошие, плохие, опять можно обсуждать, меры по развитию сельского хозяйства туда-сюда, но дальше у нас сразу что вылезает? Зерно. Ну зерно, это все-таки уже южнее, потому что такое налитое колосом южное, от южного солнышка, от высоких температур зерно, здесь, конечно, такое не будет. Фуражное, да, рожь можно специально культивировать, но такого зерна не будет. А вот и рынок зерна, это сегодня 7, там где-то, по-моему, миллиардов долларов, только российская часть, понимаете, вот на этом рынке зерна, да, колоссальные объемы, порты, там, и так далее, да, все, вагоны, вагоны, вагоны. А Нечерноземья, как мой хороший товарищ, вот Борис Федорович Карпуин говорит, агроном замечательно говорит, Нечерноземья ничего не растет, кроме травы. То есть дожди, сыра, почва бедная и трава. Но трава растет хорошо. Отсюда, собственно, с точки зрения Нечерноземья, либо, что мы видим, ну масло, вологодское масло замечательно. Это же, по сути, там, Верещагин, как, по сути, сконструировал это вологодское масло на уникальных пойменных лугах, на уникальной траве, такое уникальное сливочное масло, да, лен и так далее. Но все сложные культуры, и масло, и коровки, и молочное направление, и лен, да. То есть, по сути, это, да, это мясомолочное направление. Ну, прежде всего, даже молочное, это, соответственно, лен, как техническая культура, на которой, возможно, местная промышленность. И это овощи, но опять, все-таки, допустим, та же картошка даже, на процентов 30 рентабельнее, опять поюжнее, да. Она и по суше, и меньше болеет. Но вот в этом смысле этот тяжелый регион, он сегодня у правительства, у федеральных чиновников отсутствует как объект. Вот у нас... Я хочу задать вопрос. Вот они, он отсутствует почему? Потому что они это видят, вообще все, что они видят, они видят в ракурсе исключительно, где быстрые деньги? Ну, я не хочу вот сейчас никого обсуждать, осуждать, да, там деньги... Не в плане осуждения, в плане позиции. Нет, нет, я просто говорю, но не видят, я вам скажу почему, потому что они еще не смотрели нашу с вами передачу. Вот это главная, так сказать, причина, вот, а если серьезно, то смотрите, вот в 2006 году Путин в январе в Владивостоке сказал, здесь будет саммит ОТЭС в Владивостоке, да? Дальше в декабре 2006 года того же, 20 декабря, было, ну, выдающееся, с моей точки зрения, заседание Совета безопасности, на котором мелким шрифтом пять страниц решений по развитию Дальнего Востока. То есть, вот как бы выделился Дальний Восток как вот специфический приоритетный объект со всеми его трудностями колоссальными и так далее. Дальше все к саммиту ОТЭС там плохо, хорошо, но все стали готовиться, да? Замечательно преобразился Владивосток. Так, сегодня создано Министерство развития Дальнего Востока и так далее. То есть, Дальний Восток, вот он, в принципе, еще 10-12 лет назад как бы не существовал в таком формате, а сейчас все время по Дальний Восток, Дальний Восток, вице-премьер по Дальнему Востоку, полпред по Дальнему Востоку, Министерство Дальнего Востока и так далее. Я сейчас не обсуждаю качество этой работы. Вот, дальше Кавказ, ну понятно, все время специфический регион, но для того, чтобы как-то попытаться лучше ему управлять, даже по сути из Южного федерального округа был выделен Северокавказский федеральный округ. Создано было Министерство по делам Северного Кавказа. То есть, опять, некий новый объект. Он как бы старый, потому что все понимают, Северный Кавказ, Кавказскую пленницу, все смотрели и смеются до сих пор. Но, все-таки, как управленческий объект, опять, хорошо, плохо он был выделен. Крым, ну понятно, да? И пока, в общем, не начались серьезные инфраструктурные проекты в Крыму, не прошло некоторое время, даже был отдельный федеральный округ. Крымский федеральный округ, понимаете? Сейчас он вошел в состав ЮФО. То есть, вот у нас есть Кавказ, Крым, Дальний Восток, Сибирь. Ну, Сибирь же знаменитый, все знают Инстанции. А вот не Черноземья. А не Черноземья, как бы его нет, потому что его никто не выделил, потому что никто не обсуждает, не ставит вопрос, кроме редких людей. А оно как-то входит в какие-то разные зоны управления? Или это все-таки чей-то регион? Да практически не входит. Ну, если с точки зрения бедных почв, климата и так далее, то, конечно, во многом и, скажем, та же Свердловская область, особенно не южная часть, и сибирские регионы, многие не южные, они очень похожи на наши территории. Но вообще 32 субъекта федерации не Черноземья, если так говорить, хотя строгого управленческого, опять же, какого-то перечня, как Конституции субъектов федерации, четкого перечня не Черноземной экономической зоны, этого нет. Но так, условно, считается, 32 субъекта и живет практически до 60 миллионов человек. Это огромное. 60 миллионов человек. То есть, это половина, вообще, населения нашей страны. Ну, фактически, да. Очень правильно, да, половина населения страны. Но как управленческий объект не существует, потому что... Ну, потому что это все, видимо, распределено за властями какими-то. Нет, нет. Просто, честно, если первое, мало кто понимает, что это объект такой специфический, да, потому что с кем не говорю, допустим, Алексей Васильевич Гордеев, допустим, наш вице-премьер, да, он сразу говорит, ну, конечно, что же, у меня и медали за подъем не Черноземья. Медали давали, это вот, соответственно, позднесоветская программа. У меня, говорит, и медаль есть, да, и это важнейшая программа, нам ее надо думать. Вот он с полоборота это понимает, да, потому что участвовал в этом, потому что знает эти проблемы сам, насколько я понимаю, из-под Москвы и так далее. Но это очень редкий случай, когда федеральный чиновник просто это понимает, знает и так далее, да. А так не поймешь, потому что Москва и Питер, то есть, как бы все видят некую такую ужасную ситуацию, которые, в общем, боятся притрагиваться. Я бы так сказал, все боятся. Даже если не знают, что такой объект не Черноземья существует, но если взять эти регионы, все боятся. Во-первых, холодные. Во-вторых, Москва и Питер вытаскивают всех людей из Тверской области, из Псковской, из Вологодской. И вытаскивают, и там идет страшное снижение плотности населения просто на наших глазах, там по тысяче и более деревень ежегодно просто умирают, не говоря про деревни, которые условно существуют. Там пять человек и, к сожалению, опять, мягко выражаясь, преклонного возраста и так далее. Поэтому вот все боятся реально, боятся, потому что думают, ну, здесь никаких ни средств не хватит, ни сил, ничего, вот в эту бездну. Дальше начинаются теории, а типа, ну, что ж теперь сделаешь, вообще идет урбанизация во всем мире. Да, пропадают деревни и так далее. А деревня вообще возможна в современном формате, ее существование? Понимаете... Вот я вспоминаю сериалы про Аниски, вы помните, да, и там такая колоритная деревня, и я иногда вот попадается, смотрю, из какой-то даже вот немножко такой ностальгией вот этого настроения. Понятно, что в реальности, конечно, деревня все равно такой, как там не была, но вот я бывала и действительно было очень похоже. И вот сейчас все-таки это вопрос еще культуры, наверное. Это, понимаете, это на самом деле коренной вопрос. Вопрос о деревне – это коренной вопрос, вообще коренной. Почему? Не потому что, потому что обе позиции, конечно, неправы. Те, кто говорят, что деревня в таком виде сохранится, что она могла бы сохраниться в таком виде, это фантазеры, да. Но так есть же фантазеры, которые говорят, что деревни сегодня – это несовременно, вот есть большие города, там, я уж не говорю Москва, ну, просто мегаполисы и так далее, да. И что деревни в будущем места нет. Это обе совершенно неправильные позиции. Почему? Потому что, по большому счету, сегодня реально никто не знает, а вот как надо жить в нашей стране, где колоссальное количество земли и так далее. Вот мы, между прочим, если взять просто территории расселения, города, деревни и так далее, мы живем в три раза скучнее, чем Великобритания. Это вообще не обсуждается. Нет, 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 поэтому никакой вопрос. Для меня вообще это всегда очень странно, при такой количестве земли всех куда-то сгоняют. А куда не поймешь, проблемы нет земли, понимаете, там очень дорого, там не продешь. Коммуникации, коммуникации, дорогая там земля, здесь коммуникации. Ну, понимаете, ситуация ведь какая, ведь коммуникация и коммуникация, ну, во-первых, да, дороги все-таки худо-бедно там строят, во-вторых, их можно и нужно строить. Вот программе по советской нечерновимой очень много дорог построили, очень серьезно двинули. Но это все всегда коммуникация, это всегда двоякое орудие, потому что, наоборот, когда хорошие дороги, люди начинают, соответственно, ездить на работу в Москву, там потом остаются в Москве, я так чуть-чуть утрирую, вот. Поэтому это тут тоже такой вопрос. Вопрос в другом, а наша молодежь чего хочет? Вот если взять молодых, скажем, да, 15-летних. Вот я, например, вижу, как вот я вижу, да, вот 15-летний, если бы не вопрос там в каких-то жизненных обстоятельствах, по идее, почему бы они, допустим, работают в Москве, да, но там на несколько дней улетают на свое ранчо в какую-нибудь там Вологодскую область, да. Ну, что, надо самолет, а что такое самолет? Вот вся Аляска, вот в Аляске, в Аляске, на Аляске, да, 750 тысяч человек жителей, там 9 тысяч самолетов маленьких. Причем многие там лет 50, они там даже дырявые, там, консервные банки, ну, люди летают, вот летают, понимаете, да. У нас на всю Российскую Федерацию с учетом поломанных воздушных малых судов порядка их трех тысяч. Поэтому я к чему говорю, понимаете, мы не знаем, мы говорим коммуникации, да, ну, в чем коммуникация, ну, вот есть самое, сегодня, да, в чем проблема с этой коммуникацией? Да, когда говорю коммуникации, я предполагаю, то есть под тем, что говорю, все-таки более широкое понятие – это инфраструктура. Когда человек, живя там, да, имеет доступ к основным необходимым для него вещам. Правильно, но дальше смотрите, когда при этом мы в Москве обустраивая все свободные пятна, окраину Москву, ближнюю Подмосковь, этим и гетто, 30 этаж, нет, я просто говорю, что же инфраструктура, колоссальные вложения, люди, нет работы на месте. Это ужасно. Что мы можем жить вольно, свободно, и нашей молодежи, мы должны это обеспечить, а не собрать их в эти скворечники. Не случайно, что Америка живет, и известное есть произведение литературное, одноэтажная Америка, да, и она на самом деле такая и есть до сих пор, потому что… Там тоже масса проблем, но я к чему, но я к тому, что мы вообще дико здесь живем, а коттеджные поселки, в свою очередь, они тоже создаются, вот по сути, как какие-то Шанхаи там в основном. Но они все равно за счет сельскохозяйства. Они за счет сельского хозяйства, они, как правило, без рабочих мест, и люди все равно куда-то вынуждены там, из них далеко-далеко ехать. То есть у нас элементарно нет политики планирования. Поэтому вопрос деревни, вопрос деревни, в которой наши бабушки, прабабушки, прадедушки и так далее, да, они же здесь создавали, осваивали и прочее. И вопрос деревни очень важен. Нам, по крайней мере, памятные знаки по каждой деревне надо поставить, что здесь были, потому что здесь дух, дух хозяйства. И если бы они рассуждали, как мы, условно нынешние, да, в основном, то вообще бы они давно вымерли просто. Потому что, ну, если представить все трудности, все хозяйственные, жизненные обстоятельства, погодные, то мы бы вообще просто не выжили. Они же выжили, они нас в жизнь ввели, дали нам жизнь и так далее. Поэтому это особо другой вопрос, как надо свободно, вольготно жить, да, простраивая инфраструктурные плацдармы, развивая малую авиацию и так далее, и тому подобное. Развивая в том числе, допустим, вот этот же лен. Потому что это высоко маржинально, если правильно организовать культуру, соответственно, местная промышленность. То есть помимо льноволокна, которое на экспорт идёт, но у нас практически угроханы, а было более ста льнокомбинатов, на которых перерабатывали этот лёд. И это всё местная промышленность. То, чем у льна мы вышли, те нововведения, которые сейчас есть по поддержке. Кстати говоря, то, о чём пишут, это какое-то в десятках измеряющееся количество мер поддержки. Но, насколько я понимаю, это, в принципе, не очень работает. Но, тем не менее, есть, опять же, какие-то новые инициативы, которые предполагают поддержку агропредприятий. Смотрите, сегодня на Министерство сельскохозяйства грех жаловаться, потому что за два года фактически действительно много мер поддержки. Проблема в другом. Проблема в нашем общеуправленническом, общеэкономическом подходе. Потому что, как я говорю, мер поддержки много, но поддерживать некого. Ну, вот смотрите, давайте просто так, чтобы к такому, к жизненному примеру. Вот есть человек, он живёт в Москве. Он говорит, ну, всё, мне тут надоело, поеду-ка я там, не знаю, в Ивановскую область и буду я там заниматься льном. Есть шанс у такого человека с нуля начать процесс? Или речь идёт только о тех, кто уже в этом бизнесе укоренился? Здесь во многом как раз нужны новые люди, нужна новая энергия, в том числе энергия молодёжи. Потому что, ну, если посмотреть на нынешних льноводов, к сожалению, очень многие, опять же, скажем так, возрастные люди. Вот, и молодёжи мало, немного. Поэтому здесь как раз нужна молодёжь. Но это не значит, что одни. Почему? Вот, допустим, АО «Льонпром» на Всероссийском дне поля, это буквально было 8 августа, предложил такой льняной подряд совместно организовывать, там, кто хочет в этом участвовать. Но если вот с нуля, то, в принципе, для этого нужно порядка 300 миллионов рублей на 1000 гектаров льна. И почему на 1000 гектаров льна примерно размер под один льнозавод? Потому что сам лён растёт, его вытеребливают, вырывают из земли, растилают. И он месяц примерно, вот сейчас, там у нас тоже есть хозяйство, сейчас лежит дожди, просто ужас, так сказать, дожди, дожди беспрерывные. Но лён должен вылежаться, конечно, лучше вот с непрерывными дождями, росы прежде всего, небольшая влажность от земли, не такая переизбыточная. И месяц вот эта солома превращается в тресту, тогда, когда можно волокна отделять уже от основной древесной части. Затем это скатывается в рулоны, всё это поступает на льнозавод, и на льнозаводе уже начинают мять и трепать, и получать волокно. Поэтому нужен льнозавод. Да, вот вы говорите, льнозавод 300 миллионов, но где-то… Со всей техникой, со всем землёй и так далее. Да, но где-то же нужно, во-первых, нужно брать сырьё где-то, да, то есть помимо льнозавода ещё должны быть, видимо, плантации этого льна. Нет, это всё лучше, лучше это вместе рассматривать, да, либо уж, если можно такой бизнес, что у тебя льнозавод, соответственно, есть фермеры, которые, может быть, 200 га, 300 га, 100 га, и они выращивают именно сам урожай льно, льняной соломы, потом её превращают в тресту, вся в поле, и потом привозят на льнозавод. Смотрите, льнозавод, и сколько вы сказали гектар? Примерно тысячи, 800 тысяч гектар, да, только льна, только для севооборота ещё надо 2000, чтобы троеполия севооборот был, да. Вот, то есть это, значит, сколько всего тысяч гектар получается? Три тысячи, да, если чтобы ты каждый год, каждый третий год только льнский, да. А там как-то земля должна меняться, да? Конечно, конечно, да, троеполия, в принципе, достаточно. А, то есть три вида, троеполия это что, это когда три вида, то есть три вида культур, они между собой чередуются. Чередуются, да, чтобы не было так, чтобы лён пальнул. Понятно. То есть можно и лён пальнул, в принципе, как какой-то крайний случай, но лучше на третий год, да. Ну, соответственно, есть человек из ниоткуда пришёл, ну, не из индустрии льна и не из сельского хозяйства. Он, по сути, должен быть сам инвестором или он может взять у государства каким-то образом, не знаю, деньги? Сегодня у государства что-то взять очень сложно, потому что государство, даже имея интересные меры поддержки, ну, сейчас корпорация малого среднего предпринимательства, да, там очень много продуктов, до 70% она даёт гарантию. То есть, если у тебя бизнес-план, если этот бизнес-план, ну, например, на 300 миллионов рублей, да, то фактически на 200 миллионов они тебе дают гарантию, но на 100 тебе всё равно нужен какой-то залог. Я думаю, что всё-таки таких вот бизнесменов, которые в чистом виде пойдут и сами всё сделают, не очень много, вот. Просто тут надо, это можно объединиться, можно обсуждать разные механизмы, можно какую-то кооперацию осуществлять, разные механизмы. Важно, чтобы были молодые энергичные, которые в это очень сложный образ вошли. Ну, вот как раз то, о чём Вы говорите, подтверждает мою некую идею, что молодые энергичные, они туда просто не войдут. Потому что, если это молодые энергичные, которые готовы, они должны иметь такую возможность поддержки, да, там бизнес-план, но им дают возможность всё-таки за счёт поддержки государственной развивать вот эту необходимую индустрию. Есть хорошая поддержка, я вот ещё раз говорю, смотрите, корпорация малого-среднего предпринимательства, да, потому что, ну, в принципе, 70% закрывает. То есть она даёт свою гарантию, если бизнес-план нормальный, то даёт свою гарантию. Ну, дальше, когда ты начинаешь уже заниматься конкретно производством, тебе государство уделяет погектарные, то есть меры несвязанной поддержки. Вот сколько у тебя гектар каждые 10 тысяч, да, 10 тысяч рублей на каждый гектар. То есть ты 100 гектар засеял, миллион тебе даёт. Вот за то, что ты засеял. Но эти гектары он должен взять в аренду или купить? Как вот вообще с землёй происходит в данном случае сельскохозяйственной? Ну, очень по-разному, потому что сегодня, так или иначе, вся земля практически распределена. При том, что в Нечерноземье процентов 70 земли не обрабатывается и по-простому зарастает, а процентов 20 уже так заросло, что сегодня модно предлагать перевести это в лесной фонд. Говорят, но это уже невозможно установить. В смысле лесом зарастает? Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, то есть если люди 20-30 лет, да, но можно находить более-менее не заросшую землю или договариваться о культивации, но тут можно и аренду там на несколько лет, потому что, в принципе, земля не работает. И люди сидят на земле, потому что им с одной стороны хочется каких-то больших денег, но никто им не несёт этих больших денег. Ну, вот вы говорите, она распределена, имеется в виду, что она в частных руках находится? Она приватизирована, эта земля? Да, вся земля в основном она приватизирована. И ещё раз повторяю, и весь парадокс наш в нашей стране, что, вот допустим, возьмём Тверскую область, полтора миллиона пахотных гектар, полтора миллиона вся Тверская область пашни. Из них 883 тысячи гектар, то есть больше половины, это необрабатываемая земля. То есть 883 тысячи гектар – это три Нормандии. Нормандия – основной производитель льна в мире. Она производит почти весь лён в мире. То есть, если бы мы только эти вот необрабатываемые земли в Тверской области льном засеяли, то мы бы три Нормандии победили и стали бы мировыми монополистами. Но проблема в том, что что-то уже заросло, что-то зарастает. Люди не хотят никак на нормальных экономических взаимооснованиях эту землю давать. В общем, масса спекулянтов, которые когда-то закупили землю, но не хотят… Вопрос. Насколько я помню, когда земли такие отдавали в руки, то там были обязательства, что эти земли должны быть в неком сельскохозяйственном обороте. Либо они переводились впоследствии… Вы правы. Опять здесь надо положительно сказать о деятельности государства и прежде всего Министерства сельскохозяйства, потому что сегодня в принципе существуют все механизмы, чтобы в случае неиспользования земли… Забрать её. Забрать её. Или там как-то побудить к эксплуатации и так далее, штрафами и прочим. Но вы же меня спрашиваете, вот пришёл кто-то и вот хочет завтра начинать сеять лён. Я вот про эту ситуацию говорю. В принципе, если губерния хочет рвануть, если муниципальные образования тоже хотят, чтобы у них всё-таки появились рабочие места, то вопрос земли всегда можно решить. Хорошо. Что мешает непосредственно самим, не знаю, властям, муниципальным, губернским заниматься, ну, как бы делать вот такие полугосударственные предприятия? Мешает то, что у нас полностью утеряно вообще понимание хозяйства. Просто полностью утеряно. Вот я ещё раз говорю, вот я, в принципе, на публику, без публики, я громко скажу, что меры поддержки Минсельхоза без прецедентов. Выдающиеся меры поддержки. Там капексы, то есть капитальные затраты на 15-20% закрывают, по сельхозтехнике покупки на 15-20% закрывают и так далее. Гениальная мера. Но я всё время спрашиваю, а кого поддерживать? Потому что есть условно 200 льноводов, фактически, практически все, даже не практически, все закредитованы. Никто им кредиты не даст, потому что у них там долги висят, 5-е, 10-е. В этом году сели... Ну, помимо прочего, подо что-то обычно у нас дают кредиты, у нас же ещё просят залоги, которые космических размеров. Так у них и закредитовано, плюс залоги, 5-е, 10-е. И в итоге получается как? Ну, например, Минсельхоз говорит, совершенно справедливая и правильная и блестящая программа льготного кредитования, когда субсидируют ставку процента. Можно там даже до 3% довести. Супер. Но для того, чтобы довести до 3%, ты всё равно должен взять кредит хоть под 10%, но под 15%, но кредит взять. Но чтобы взять кредит, ты должен таким условием банка удовлетворять, которым я вот даже не очень понимаю, кто вообще этим условием вообще в принципе может удовлетворять. И в итоге возникает простой момент. Мер поддержки много, поддерживать некого. И в этом корену участник, он какой-нибудь миллиардер, олигарх, он думает, думает, ага, так, вот теперь-ка я займусь там станкостроением. Вот у нас уже угроханы два. Станкопром создавался, погиб смертью храбрых и так далее. Станкопром создавался тоже, да, тоже погиб смертью храбрых. То есть реально вот в итоге иностранцы уже заползают, заползают во все щели. Станкостроения практически нет. Гражданское авиастроение мы даже суперджет на 80% чужой отдали и так далее. Но говорят, давайте мы поддерживать будем. Ты сначала создай кого поддерживать. Откуда возьмётся крупный игрок, реально, крупный игрок, если это не какие-то очень специфические, очень узкие условия. Да, конечно, товаризировано и всё рыночно сфиксировано с тем же зерном. Но опять, это несколько человек зашли, иностранцы зашли. Мы ещё не видим невидимую сторону участия иностранцев в этом трейдерстве зерном и так далее. Но это другой рынок, это южные земли, это опять другая жизнь. Там они всё-таки более компактные, больше инфраструктура и так далее. И там какая-нибудь станица южная. Но это разве похоже на нашу деревню, где три бабушки живёт? Вот это как бы то ни было. Поэтому для того, чтобы у нас Леон был и другие отрасли, для этого надо, чтобы государство занималось созидательной работой. А государство говорит, нет, я же не полезу в бизнес, да это вообще коррупция. Вот придёт бизнесмен, он попросит у нас меры поддержки, а мы ему, как мне один замминистра сказал, 140 мер поддержки. Ну, прекрасно. И получить их невозможно. И получить невозможно, и главное, поддерживать некого. Я пример, ну, нехороший может быть, но представим, что Бухенвальд освободили, и говорят, ну, давайте пять дней людей покормим, докажем меры поддержки, хорошо их покормим, и через пять дней на чемпионат мира по футболу. Понимаете, говорят, ну, мы же их кормили, а что же они не сыграли, да? Ну, ребята, ну, вы сначала разорили всё, всё разорено, да? Инфраструктуры нет, ведь основной это вопрос, а кто работать будет? А это же вопрос запустения деревень, обезлюживания территорий. То есть, работников нет, потому что человек сидит, ему зарплата там 10 тысяч максимум, да? Так он думает, так что же я вот там в Тверской область допустим? Так я лучше в Твере уж умотаю, там как бы не было, там свои какие-то 20-25 тысяч я где-то найду, да? Что же я буду здесь прозябать и прочее? А создать уже рентабельную отрасль, инфраструктуру социальную, чтобы люди отстроиться одновременно могли, всё это вместе никто не занимается. Говорят, да нет, у нас есть программа поддержки сельской территории, что вам не так? Я говорю, так вы поддержите, например, дома строить, да? Ну, люди строят, а производства нет. Нет, говорят, у нас есть мера поддержки производства. Я говорю, правильно, есть и производство поддержки, и бытовой жизни, есть там сельских территорий, всё замечательно. А в целом ничего нет, они скукоживаются. Хорошо. Что нужно, чтобы возникло производство? Очень просто, нам нужно, вот мы с вами обсуждали не так давно как раз, нам нужно всё-таки, чтобы государство занималось проектированием организаций новых национальных индустрий, фактически отраслей. Потому что этим никто не занимается. То есть, по сути, это всё-таки должно быть государственное участие непосредственно в каких-то базовых инфраструктурных проектах. Ну, типа там глобального льнокомбината. Ну, конечно. Такого большого. Нет, тот же льнокомбинат. А вокруг него, да. Тот же льнокомбинат. Вот мы, понимаете, ведь сегодня какая ситуация? Ну, хорошо, мы сейчас говорим, там, допустим, волокно на экспорт. Это вот как бы сельскохозяйственная часть, да? Получаем льно-волокно и на экспорт его. Благо, китайцы сейчас с руками оторвут, и индусы, и так далее. Замечательно. Но у нас на постсоветском пространстве остался единственный такой полномасштабный льнокомбинат в Орше, у белорусов. Они его модернизировали. Это всё, естественно, государственное. Не дай бог там что-то, кто-то, чего-то начнёт, да, всё. Вот у нас единственный на постсоветском пространстве полноценный льнокомбинат. О чём мы говорим? Понимаете? Ну, и вот эти все меры поддержки, это ни о чём. Потому что я всё время привожу в пример Вологодский текстиль, льнокомбинат, который замечательный был, туда 6 миллиардов ещё до 2012 года, 6 миллиардов рублей вложил государство. Это, соответственно, при долларе 30 рублей, да, и меньше там. Вот, соответственно, 6 миллиардов вложил, сделало, по сути, один из двух в Европе самых шикарно оборудованных комбинатов. Всё, Владимир Владимирович Путин 7 марта 2013 года приехал туда, значит, посмотреть на это богатство, провёл совещание, рассказал работницам, как он занимается фитнесом и на каких, и так далее. Поздравил их с 8 марта наступающего. А через полгода комбинат лёг в ноябре 2013 года. А сегодня уже он полтора год, то есть он вообще лежал на боку, потом его взяли, но его уже взяли, и всё переналадили на хлопок. То есть, соответственно, лён убрали. И стоит колоссальный, огромный цех именно придения, мокрого придения, то есть как нитку, откуда брать основную, из этого волокна делать и так далее. Он стоит сегодня законсервированный. А почему так? Почему такое решение приняли? Ну как почему? Потому что у государств нет политики. Потому что, ну, просто простой вопрос. Нет, но есть же кто-то, есть всегда у такого решения автор. Он пришёл генеральный директор и его комбинатор. У нас не любят выяснять автор. Потому что, ну, если бы, допустим, вы меня спросили, и я бы, у меня бы были полномочия властные, да, то я бы, я знаю авторов, я бы всех собрал, и собрал бы разные органы к этому, и разобрался бы в этом вопросе. А у нас ничего не происходит. У нас приходит Сергей Викторович Чемизов к Владимиру Владимировичу Путину, да, совершенно справедливо, говорит, вот надо для ОАК, нам передали ОАК в Ростел, вот, там дыра 300 миллиардов рублей, надо 300 миллиардов рублей, да? Ну, отлично, ну, наверное, надо, я не хочу ни в коем случае обсуждать даже это решение. Ну, так откуда дыра-то образовалась? У нас Погасян в 2009-2010 году заливался, что уже выходит на абсолютную прибыльность ОАК, да, а там уже к 15-му году мы завалим весь мир суперджетами, понимаете? Поэтому возникает вопрос, нет, возникает вопрос, а, ребята, кто герой, кто автор, кто чего? Тот же Вологодский текстиль. 6 миллиардов государственных рублей, значит, это 200 миллионов долларов те. Вложила государство в лен, в переработку льна, в неную нитку и в неную ткань. Вложила, потеряла, и как бы, ну, все нормально. Юрий, буквально осталось у нас меньше пяти минут эфира. Предлагаю закончить на позитивной ноте. Что все-таки меняется, ну, скажем так, куда можно посмотреть с оптимизмом? Где действительно можно поискать какой-то потенциал для развития? Только со сменой мозгов у нас у всех. Поэтому я вот, я серьезно говорю, наши чиновники обязательно посмотрят вот нашу передачу. У нас потихонечку, за полгода, я очень надеюсь, возникнет коалиция восстановления, развития Нечерноземья. Появится такой объект, сам объект Нечерноземья. Там будут говорить, так надо делать, не так. И сейчас ведется работа в этом направлении? Ну, естественно, естественно, да. Я очень признателен, что тоже мы можем это обсуждать, потому что, на мой взгляд, крайне важная тема. Ведь что такое вот эти старорусские регионы, регионы русской идентичности? Понимаете, так не бывает. Вот когда, как бы, родилось государство здесь, да, и здесь хуже всего. Здесь самая депрессуха. Но это значит, что что-то не в порядке. То есть, в твоей истории что-то не в порядке, да. Что-то делается не так. Можно спорить, там, разные точки зрения. Я не хочу сейчас вещать как абсолютно истину, но если мы не начнем заниматься систематически Нечерноземьем, может быть новый национальный проект Нечерноземья. Может федеральный приоритетный проект. Может госпрограмму опять. Давайте обсуждать. Но если мы вот эти старорусские регионы, где льет и сейчас льет, и где влажности больше, чем всего, где только трава растет, да, но где родилась наша русская земля, русский народ, русское государство, Россия, да, то мне кажется, ну, просто это будет совершенно бездарной вещью. И, кстати, здесь масса и культурно-таких исторических, гуманитарных вопросов, потому что, ну вот смотрите, если посмотреть Нечерноземье, сейчас очень модно там путешествия по усадьбам, да. То есть стоят усадьбы вот эти вот, вот эти убитые, да, все, и церкви. Я вот как раз подумала про тему нашего внутреннего туризма, который примерно в таком же состоянии. То есть здесь же и какие биографии, здесь же и выдающиеся люди земли русской, вот эти усадьбы, как произведение искусства, да, и все это заброшено, убито, по большому счету. И земли зарастают, понимаете, это вот, это страшно, когда вот сейчас обсуждается, мне кажется, ну, саму страшную установку вопросов, люди говорят, ну, вот смотрите, уже так заросло процентов 20, надо просто это в лесной фонд перенести. То есть наши предки распахивали эту землю, сохраняли ее, ведь лес очень быстро, кустарники, лес очень быстро наступает. Как бы природа, она захватчик в нормальном смысле, вот, и люди, наши предки все это освобождали. А у нас пашни зарастают и говорят, ну, ничего, там Советский Союз лишний распахал. То есть во всем мире проблема голода, проблема пахотной земли является ключевой. Люди стреляют друг друга за клочки земли, понимаете. А у нас говорят, ну, Советский Союз слишком много распахал, пусть зарастает землей, лесом, будет леса побольше и так далее. Поэтому надо выделить Нечерноземье. Лен, безусловно, это база и кормилица Нечерноземья, как вот сельских районов, но сельских условно. У нас все почти муниципальные районы, кроме больших городов, сельские. Ну, районные центры, там, 30 тысяч человек. Ну, это все село, по сути своей, вот, в таком современном виде. Поэтому я очень хочу, чтобы... Да, и, кстати, у нас и президент Путин, он же из Тверской области предки. То есть, в этом смысле, он тоже отсюда. У нас питерские все, которых сегодня так 20 лет очень много в Москве, да, они же тоже из Нечерноземья. Они же тоже из Новгородской области, из Псковской, из Московской, там, из Тверской и так далее. Поэтому, по большому счету, нам всей стране надо вспомнить вот эту нашу первую землю. Первую историю. И посмотреть, да. Ну что, дорогие друзья, я все-таки с оптимистичным взглядом в будущее вынуждена завершить нашу передачу. И, Юрий, огромное спасибо за такой искренний, очень откровенный разговор. Сегодня мой гость Юрий Крупнов. Сейчас я должна посмотреть. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Прошу прощения, не могу запомнить это название. Но я надеюсь, что все-таки этот институт действительно внесет свою лепту и продвинет вообще эту тему. И будет возможность донести до наших соответствующих органов всю важность. И, может быть, действительно как-то, как сказать, ну, правительство, наверное, не так, государство все-таки развернется в сторону. В том числе льна, потому что это прекрасная, потрясающая культура. И для быта можно из нее изготавливать разные вещи. И для высоких технологий, в том числе. И огромный у него потенциал в международном масштабе, экспортном. Вот вам желаю терпения, удачи. Спасибо большое. Спасибо огромное за то, что пришли. Всем до свидания, хорошего вечера. Пропрощаемся на неделю. Субтитры подогнал «Симон»